В 2014 году в этом зале я с вами говорил о том, что одно из главных преступлений наших всех правительств у нас нет в стране государственных аптек. У нас 4 частные компании, которые садятся и вам и решают, сколько будет стоить, начиная простым димедролом с отрамоном, заканчивая дорогими лекарствами. Для этого нужна воля, для этого точно не нужно искать деньги. Почему сегодня социальные магазины, которые открыл ШОР, сегодня министерство экономики, если бы обратилась ко всем примарам страны с просьбой предоставить помещение, либо участок под социальный магазин, чтобы покупать на оптовой базе с маленькой наценкой, для того, чтобы оплачивать зарплату продавца электроэнергии, продавать это людям. Когда есть государство, можно контролировать. Почему в Бельцах, я как примар города, вот у нас в Бельцах, слава богу, не успели украсть рынки, приватизировать, они у нас государственные. На период коронавируса я, как примар города, аннулировал всем торгующим налоги, сборы, охрану бутиков. А как я могу собирать людей? А частники все по стране собирали деньги, никто людям не аннулировал. Я аннулировал в Бельцах всем, кто арендовал помещение по торговлю, парикмахерскую, потому что я здоровый на голову человек и понимаю, что я его добью, если я буду требовать его платить за тот период, когда человек реально не работал. Мы торгующим разрешили даже выйти на рынке торговать. Я сказал, ребят, пока не придете в себя, не помню там, три недели, по-моему, или сколько, выходите, работайте, ничего платить не надо, пока все заживет. Это вот что значит, когда есть контроль государства.